Показательные выступления бойцов-разведчиков, авиашоу, сборка-разборка автомата. Так продолжили праздновать 94-ю годовщину со дня образования воздушно-десантных войск России. На стадионе Рубин на Южном собралось несколько сотен голубых беретов. Праздник очень важен, он всегда в наших сердцах. Это как второй день рождения. Это очень славный праздник, славный, храбрый пацанов, наших дедов, отцов. Это память о погибших, о тех, кто воюет, служил или вообще как-то связан с воздушно-десантными войсками. Кстати, место для праздника памятное. В 80-х годах в начале афганских событий с Южного забрали служить сразу 100 десантников. Их память и память других павших воинов почти лиминутой молчания. На сегодняшний день в Алтайском крае проживает порядка 80 тысяч ветеранов-десантников, участников боевых действий. Был на Кавказе, юбилейные, ничего особого. У нас же много десантников, но в нынешнее время, к сожалению, так жизнь выстроилась, что если мы даже хотим встретиться, то каждого чем-то обязало. И поэтому не получается. А вот в этот день и молодые, и старые, и средние. Ну, короче, мы это братья, все это братство. Воздушно-десантные всегда считались элитными войсками. И сами десантники подчеркивают, бойцы ВДВ отличаются смелостью и самоотверженностью. ВДВ – это есть такой воздушно-десантный шовинизм, где выживают сильнейшие и слабым там вообще не место. Это закалка, которую молодые ребята получают в воздушно-десантных войсках, там, служа в спецназе, гуру. Эта закалка остается на всю жизнь, и эта закалка, ну, она просто помогает по жизни. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком.